Сегодня в программе Что можно спрятать в шубе? В обновленном пункте пропуска задержали последователя Остапа Бендера. Энергосберегающие технологии, современное оборудование и душ для собак. Как работает модернизированное подразделение на границе с Россией. Еще полгода назад на этом месте была большая строительная площадка. А уже накануне новогодних праздников президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филипп торжественно открыли обновленный пункт пропуска «Паланка Маяки Удобная». Масштабная реконструкция на украинско-молдавской границе продолжалась два года и обошлась в 6,5 миллионов евро. Львиная доля этой суммы поступила от Европейского Союза. Объект работает в режиме совместного контроля. Всего несколько минут времени и пограничники с таможенниками обеих стран оформят пассажиров и транспортное средство быстро и удобно. Одна проверка паспортов вместо двух. Один общий таможенный досмотр. Одна общая база. И для простых людей это элементы защиты их прав, защиты их свобод, защиты безопасности. И одновременно это чрезвычайно эффективный способ борьбы с контрабандой и коррупцией. Работа интернациональной команды уже показала свою эффективность. Это успели ощутить и контрабандисты. Последний случай из разряда курьезных. Помните финал экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»? В нем Остап Бендер пробирался к румынской границе в двух шубах и с большим количеством драгоценностей. Авантюру великого комбинатора почти в деталях повторил вот этот гражданин Молдовы. Из Одессы парень возвращался на автобусе. Внимание представителей контрольных служб сразу же привлек серый мех. Согласитесь, нетипичная одежда для молодого человека, даже зимой. Все стало ясно при досмотре. В подкладку шубы путешественник зашил... Нет, не золотые украшения, а более 70 аксессуаров к мобильным телефонам. Товар не такой уже и ценный, но ходовой. Остап Бендер мог бы гордиться. Эту забавную историю очевидцы теперь рассказывают знакомым. А со своим сокровищем неудачнику все-таки пришлось распрощаться. На северных рубежах Украины своя специфика. Здесь более суровый климат и меньше населенных пунктов. По ту сторону страна-агрессор. Отдел пограничной службы Леоновка расположен в одноименном селе на Черниговщине. В километре отсюда Россия. Недавно здесь тоже праздновали новоселье. Реконструкция обошлась государству в 19 миллионов гривен. Однако результат того стоил. Трудно поверить, но восстановленное админздание подразделения имеет более чем 200-летнюю историю. Об этом рассказал бывший директор местной школы Анатолий Курусь. Это здание построено в 1812 году помещиком Слепушкиным. Исторически оно как дом существовало до 1917 года. После Октябрьского переворота в имении разместились большевики, а затем его передали школе. До войны была школа. Во время войны занятия не проводились. В здании этом у фашистов был дом отдыха. После Второй мировой войны здание пережило большой пожар, однако устояло. И вскоре снова открыло двери для школьников. До 2014 года. Количество учеников уменьшалось постоянно. И в 2014 году школа была закрыта, потому что учить было некого. От разрушения историческое здание спасли пограничники. С началом войны на Донбассе необходимо было усилить опасные участки новыми подразделениями. Леоновка – одно из них. Мы охраняем участок государственной границы с Российской Федерацией протяженностью около 30 километров. Находимся в постоянной готовности к любым провокациям. В настоящее время ситуация контролируемая. Но в любой момент могут возникнуть изменения. Как показывает опыт, от наших соседей можно ожидать чего угодно. По информации из открытых источников, напротив, на территории Брянской области недавно появилось целых пять новых воинских частей российской армии. Еще одну планируют разместить в ближайшее время в городке Умеча. И это вполне реальная угроза. По некоторым направлениям могут заходить группы из Российской Федерации. Это разведывательно-поисковые группы и диверсионно-разведывательные группы. Пограничники заверяют, подразделение готово к любым событиям. И хотя остановить прямое вторжение, «Зеленые береты» не смогут отследить передвижение врага. Реагировать на провокации и задерживать нарушителей им вполне по силам. Все необходимое для этого есть. На квадроцикле можно быстро передвигаться по бездорожью, а снегоход — лучший транспорт зимой. Подразделение оснащено по современным стандартам. Новейшая техника, энергосберегающие технологии и зона отдыха для персонала. А это уже вотчина кинологов. Отдельный бокс рассчитан на четырех четвероногих жильцов. Здесь есть учебный класс, вольеры, прогулочный двор и даже собачий душ. Нас встречает овчарка Мил. Поначалу пес нервничает, однако любопытство берет вверх. Милу два с половиной года, его профессия — поиск нарушителя по следу. К своей работе собака относится очень ответственно, но, по словам инструктора, не прочь иногда и пошалить. В нынешнем году на Черниговщине запланировано открытие еще двух аналогичных подразделений, поэтому можно надеяться, что граница на этом участке станет безопаснее. Смотрите далее. По следам лососевых или где откладывают икру и куда ее доставляют контрабандисты. Подкачал гид семерых турок, и проводника украинца задержали на нелегальном маршруте в Венгрию. Что такое красная икра, знают все. Ее получают из лососевых рыб, которые нерестятся только в определенных регионах земного шара. Большинство — один раз в жизни. Впрочем, у деликатесного продукта есть еще одна особенность — высокая цена. Именно стоимость продукта больше всего привлекает контрабандистов. Понятное дело, дорогой товар перевозить выгоднее. В этом убедились пограничники Сумского отряда, которые вместе с коллегами из фискальной службы обнаружили партию икры вот в этом автомобиле. Когда они неожиданно заглянули в машину, водитель, наверное, очень расстроился. Все так хорошо шло. Спокойный маршрут, надежно спрятанный продукт. И вдруг продуманная схема рушится прямо на глазах. Правоохранители обнаружили в иномарке почти сотню пластиковых контейнеров. Их гражданин Молдовы распихал куда только мог. В общем, влезло почти полцентнера королевского деликатеса стоимостью 60 тысяч гривен. Вот это улов! Но потенциальные покупатели его уже не увидят. Груз изъят, на иностранца составлены соответствующие административные материалы. Украинская Закарпатья. В этом месте границы с Венгрией проходят по каналу Батар. Местность снискала сомнительную славу, ведь контрабандисты время от времени переправляют здесь сигареты, часто в водолазном снаряжении. Однако в этот раз обошлось без гидрокостюмов. Зима как-никак. Да и фокус-группа другая. Вот эти граждане Турции. Закарпатская область находится на пути транзитного следования мигрантов в страны Западной Европы. Туда они направляются в поисках лучшей жизни. С целью трудоустройства. О приближении к границе неизвестных людей венгерским коллегам сообщили украинские пограничники. Те встретили четверых визитеров с надлежащим гостеприимством. А вскоре на украинской стороне группа туристов пополнилась еще тремя турками. Организатором незаконного тура оказался наш соотечественник, житель Винницы. Среди его дела теперь рассматривает Виноградовский районный суд Закарпатской области. Причем свои 60 суток под стражей в качестве меры пресечения мужчина уже получил. В следующей программе. Оружие, боеприпасы, валюта и контрабанда. На Закарпатии задержаны члены преступной группировки и изъяты вещественные доказательства. Уроки рукопашного боя от учителя английского. Как агрессивный мараканец буянил в аэропорту Борисполь? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok